Четвертое. Ночное путешествие Мухаммада. Исра и Мирадж. Основу исламской связи с Иерусалимом и Храмовой горой составляют Исра, ночное путешествие пророка Мухаммада, и далее Мирадж, восхождение на небеса, которые, согласно исламской традиции, стали одним из важнейших событий в его духовной жизни. Хотя этой истории посвящен лишь один из более чем шести тысяч аятов Корана, она приобрела настолько исключительную важность, что ей посвящен праздник Аль-Исра в Аль-Мирадж, ночь путешествия и восхождения, который отмечается 27-го Раджаба, седьмого месяца мусульманского календаря. История путешествия из Мекки в отдаленное святилище, в кавычках, описана в Коране 17.1 так. «Хвала тому, кто перенес Асра ночью своего раба Мухаммада из мечети неприкосновенной Аль-Мазджид Аль-Харам в мечеть отдаленную Аль-Мазджид Аль-Акса, окрестности которой мы благословили, чтобы показать ему из наших знамений». Конец цитаты. Как мы отметили выше, слово «Мазджид» не обязательно означает «мечеть». Его более широкое значение — это «святилище». Поэтому термин «Аль-Мазджид Аль-Акса» может означать как отдаленную мечеть, так и отдаленное святилище. Многие толкователи Корана видят здесь два события. Пророк переносится, Исра, сначала из Мекки в отдаленное святилище, а потом из этого святилища возносится на небеса, Мирадж. При этом само вознесение напрямую вообще не упомянуто в Коране, и представление о нем основано на хадисах. Некоторые исламские комментаторы видят намек на вознесение в аятах 53.1.18 и 81.23.25. Но другие комментаторы полагают, что эти места очень туманны и допускают самое разное толкование. Более того, сам факт связи между двумя этими событиями оспаривается. Часть исламских комментаторов считает, что Мирадж произошел с Мухаммадом в детстве за много лет до Исра. Начальная точка путешествия, неприкосновенное святилище, однозначно идентифицируется всеми комментаторами как святилище Каабы в Мекке. Эта идентификация связана и с другими упоминаниями Корана. Однако по вопросу о том, что имеется в виду под отдаленным святилищем Аль-Мазджид Аль-Акса, в Коране ничего конкретного не сказано, и есть разные версии толкования этого понятия. И также из текста Корана непонятно, какова была цель путешествия. Если его целью было вознесение на небеса, то почему же нельзя было сделать это из Мекки, никуда не уезжая? Даже если представить себе, что небеса в одном месте на Земле имеют предпочтительный статус по сравнению с небесами в другом месте, логично было бы ожидать, что как раз небеса над Меккой самые важные, и скорее они должны были бы иметь предпочтение перед небесами любого другого места на Земле. Если путешествие было физическим переносом в Иерусалим, то вообще непонятно, какой смысл вкладывается в сообщение о том, что Мухаммад встречается там с людьми, которые умерли задолго до него, такими как Моисей и Аарон. Да и кроме того, Моисей и Аарон никогда не бывали в Иерусалиме, поскольку Господь не разрешил им войти в обетованную землю, и поэтому прибытие Мухаммада в Иерусалим никак не могло способствовать их встрече. В связи со всем этим в исламе есть три возможных подхода к пониманию этого события. Первый. Наиболее распространенный мусульманский подход. Был физический перенос Мухаммада в Иерусалим, его вознесение там на семь небес и встречи с пророками древности. Все противоречия при этом игнорируются, поскольку это было чудесным, а к чуду не может быть вопросов. Второе. Подход части мусульманских авторитетов. Был духовный перенос в Иерусалим, то есть и путешествия, и вознесение – это мистическое видение. Третье. Подход мусульманских авторитетов. Речь вообще идет не о Иерусалиме. Это более позднее и неверное отождествление. На самом деле, Эль-Акса находится в Аравии между Меккой и Мединой. Ниже мы рассмотрим эти позиции более подробно. Но в любом случае важно понять, что вся исламская позиция в отношении Иерусалима и Храмовой горы базируется на чрезвычайно вольной интерпретации одного единственного и довольно туманного аята. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова